я с собой взяла половина обеда который дают в санаторий не съела тоже с собой беру на всех пожарных случаев так ну что всем привет готова много ответить на ваши вопросы всем приветик готова ответить на ваши вопросы на любые абсолютно спасибо большое спасибо да всем привет для тех кто только-только присоединился к прямому эфиру или только недавно подписался на мою страницу я всех приветствую меня звать юля калачева я сейчас нахожусь так вы по-прежнему мы по-прежнему едим и худеем да я тоже ем и и не худею потому что в санатории питание вообще абсолютно не подходит под то который до которой я даю я на своем марафоне стройности во первых тут трехразовое питание а мы с девочками с мальчиками едим 456 а то и семь раз в день вот потом тут везде везде и в гарниры и вот запеченная рыба все льют все готовится на масле вот поэтому это тоже абсолютно не подходит из-за того что очень высокая калорийность блюда если вы будете его готовить на масле вот поэтому хочу сказать так мы сегодня вот с леной мы тут шипилово отдыхаем санатория мы с ней сегодня взвесились и поняли то что мы вообще остались при своих но слава богу при своих то есть мы не похудели но и слава богу не поправились вот так сейчас почитаю вопроса да сейчас почитаю вопрос так вот здесь вот здесь вот так вот все в санатории устроена вот сейчас вам покажу я даже ни разу не соблазнилась так ни разу я не соблазнилась вот на эти вот вкусняшки вот ни разу ни разу и что самое прикольное что здесь нет ни в одном магазине низкокалорийного шоколада red это вообще просто прикол так на по поводу пойдем ли мы на большое седло или на малый мы вчера ходили к лермонтову к памятнику михаил юрьевичу лермонтову я не знаю что это это красное солнышко это красное солнышко гора вот и сегодня наверное мы никуда уже не пойдем потому что сейчас у нас будет фото и видеосъемка вот на террасе на шикарной санаторий арника и вечером у нас будет поход санаторий виктория у нас будет поход на стриптиз то есть мы купили билеты в санаторий виктория на стриптиз и полдесятого вечера мы туда пойдем причем мы с ленком я тут отдыхаю с леной шипиловой пойдем туда решили идти вот в таком вот виде у нас не одинаковые костюмы спортивная от бикини point точка ру вот и мы с ней пойдем в таком вот виде на стриптиз я думаю почему бы нет нормально публика здесь в основном отдыхающие поэтому если мы пойдем без каблуков ничего я думаю не изменится так так странно привет из калмыкии хорошо вы так спасибо калмыкии привет так 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 читаю вопросы я просто без очков так я загорела нет я не загорала абсолютно так всем привет всем привет привет из сочи спасибо добрый день после вашего марафона пришла в спортзал и тренер начал вещать на меня свал вешать в свое питание своим протеинами коктейли как до него донести а что мое питание меня устраивает и менять не буду а зачем вам до кого-то что-то доносить зачем с кем-то спорить абсолютно я абсолютно ни с кем не вступаю ни в какие перепалки я просто знаю что вот это вот питание работает работает она сто процентов поэтому зачем мне кому-то что-то доказывать я пила протеиновые коктейли было время да то есть выпивала протеиновый коктейль причем на воде то есть он был но недостаточно вкусной скажем так а по калориям выходил где-то на 220 килокалорий соответственно я выпивала через полчаса я просто хотела есть то есть он как в меня вошел и протеиновый коктейль так он растворился в желудке они какую калорийность мой организм мне потратил на переваривание этого протеиновый коктейли потому что он жидкий соответственно короче я хотела есть и я после этого протеинного коктейля могла натрескаться орешков а вы все знаете что орехи вообще имеют высокую калорийность в 10 граммах содержится порядка 60 килокалорий любых орехов поэтому короче пыталась я пыталась пока я вот не знала про это питание я пыталась постройнеть на коктейлях на разных жиросжигателях и в молодости я пила и мочегонные препараты и меридию я пила тоже для понижения аппетита короче результата никакого не было то есть если взять в целом да в целом взять за год изменение моей фигуры то есть не то что вот я похудела ой как хорошо сейчас вешу 57 то есть я отслеживала динамику именно за год то есть а за год динамик была плачевная то есть вот такими вот так сказать голодовками употреблением препаратов различных до для похудения и т.д. и т.п. то есть динамика была такая что каждый год у меня был привес привес весе то есть я дошла 65 800 до этого веса вот я прекратила вообще этим всем заниматься уже достаточно давно я прекратила заниматься как только вот обучилась на питание ходила обучалась честно скажу для себя вот обучение в москве стоит на питание конечно нам специалисты лучше чем саратове от 100 тысяч рублей стоит обучиться на это питание для себя там не выдают никакие сертификаты ничего там не выдается найти курс это люди просто ходят группы для себя вот поэтому то есть я научилась мне понравилось у меня все получилось потом я этому питание обучала маму она на 15 килограмм построенела супруга подсадила подсадил всех своих знакомых у всех отличные результаты питанию более 20 лет уже то есть на рынке это питание более 20 лет и у большинства кто соблюдать кто соблюдает тот стране нет мне каждый день просто шлют девочки участники марафона шлют благодарственное вот огромное просто послание в отца по словам благодарности город боже мой мы всю жизнь худеем и всю жизнь строим почему мы не знали о том что можно есть сытно есть вкусно есть разнообразные постоянно есть и страниц мы гордом морили себя голодом и в результате то есть дошли до центнеров весе так я сейчас переключусь да и почитаю вопрос какой еще есть так вот тут люди идут с обеда сейчас обед сейчас в санатории обед так вот я вам сейчас покажу какой бювет здесь то есть тут вода здесь прям санатория почему не идите почему не ем пирожное а я потому что не хочу честно скажу я сегодня откусила кусочек пирожного линка вот мы брали на террасу кофе и пирожное а не хочу я знаю почему пирожное потому что я сейчас поела тарелку щей я съела и тарелку салата капустного вот поэтому я сытая нужно вот мне было достаточно просто я подошла посмотрела но может быть иногда могу понюхать вот но а какой смысл в них в этих пирожных там калорий просто уйма для организма вообще абсолютно никакой пользы нет и зачем оно нужно кстати кто не знает вот могу сказать что один грамм простых углеводов один грамм простых углеводов то есть грубо говоря это вот пирожное задерживает 4 грамма жидкости поэтому если вы говорите что вы отекаете в эти коти не от соленого вы отекаете от того что вы едите много простых углеводов в качестве конфет булок пирожных шоколада и вот представьте то есть вы съели кусочек там на 500 грамм и у вас задержит задержится 2 литра жидкости на 1 грамм 4 грамма воды задерживается но правда она потом выйдет из организма если вдруг вы больше не будете баловаться вот такими вот простыми углеводами а если вы постоянно то есть на этих простых углеводов каждый то есть соответственно вот отеки это от этого и многие глушат эти отеки мочегонными таблетками но об этом конечно мало кто говорит а я вот в принципе могу говорить потому что у меня многие подруги этим злоупотребляют и ничего хорошего вот одна бросила пить эту мочегонку и в результате то есть у нее за неделю прибавилось порядка трех килограмм она горит я своих щит кол так просто не видела то есть такой был отек у нее от отмена мочегонных препаратов что бедный организм просто боялся то что она опять будет хлопать мочегонку и он задерживал у нее всю вообще воду которая нужна и не нужно он ее задерживал держал и потом там вот через неделю он успокоился понял что все нормально больше она мочегонку пить не будет и соответственно вот у нее процесс хорошо пошел так я без них сорвалась бы с диеты так прошлом году баловарники ходила по парку по 20 километров каждый день от вас там сами знаете не из легких и плюсом один килограмм привезла да я с вами полностью согласна полностью мы тоже мы бегаем каждое утро на голодный желудок так у меня зрение плохое я вот сначала сделаю одно а потом вот наверное позже в зиму буду делать другое это зрение так так я не буду пиарить это да это барменталь я его не буду я про него вообще не хочу говорить про это питание до чтобы чтобы не рекламировать так нет кстати смотрите вот если по поводу питания да в принципе почему бы нет ну и скажу я что это барменталь да это барменталь но барменталь это базовая программа на которой я обучалась пять лет тому назад вот ей я следую в принципе сейчас добилась неплохих результатов и я так поняла что вот этот доктор гаврилов он выходец тоже вот из системы барменталь ну то есть он наверное сделал под себя что-то там допустим да что-то усовершенствовал что-то там улучшил может быть что-то и ухудшил но я так поняла что доктор гаврилов это тоже последователь вот это вот питание вот я также обожаю я просто обожаю я в принципе как вам сказать ничего не вижу наверное абсолютно зазорно в том что я и могу смело сказать что да это барменталь пожалуйста в саратове у нас пойти туда в этот барменталь стоит вот месяц назад было тридцать семь тысяч я узнавала вот они меня там боятся как огня барменталь сказали что меня там просто ненавидят просто ненавидят они меня не переваривают почему я не пойму вот когда-то год назад они меня саратовский барменталь просили им сделать рекламу я принципе согласился горда хорошо то есть я приду вас прорекламиру потому что я вас обожаю вот но она что-то там наверное пожалел денег на рекламу потому что я горья рекламирую услуги только качественной и соответственно то есть с оплатой вот и соответственно она гордой нет наверное попозже а попозже я уже сама начала проводить марафоны потому что у меня отлично все получается отлично у меня получается и замотивировать и объяснить и то есть у меня instagram очень классный то есть людям все нравится и поэтому думаю почему бы и нет то есть это питание я знаю на зубок меня ночью разбудить спроси какую граммовку нужно как вообще как есть и что то есть вы я ночью даже прочитаю лекцию вот даже без бумажки без всего марафоны я свои виду в живую у меня вообще нет записи никакой то есть я каждый марафон у меня так сказать живьем вот как бы мне не было трудно как бы мне не было тяжело но у меня каждый марафон живьем вот посмотрите вот я сейчас я сейчас поела здесь в санаторию то есть вот то если вы будете следовать вот питанием вот моему питанию да и есть придется через три три с половиной часа ну а куда деваться это самое лучшее что может быть вот таким вот образом питаться и кстати мне многие тут пишут немногие а умники пишут что типа по исследованиям частое питание приводит к диабету какой часто 3 3 с половиной часа и причем есть еще минимальное время есть максимально об этом я на марафоне рассказываю младенцев как приведет к диабету частое питание приведет к диабету а как кормим мы грудных детей как кормят детей вообще маленьких через каждые три часа кормят грудничков смысле к чему-то это не приводит к диабету я чуть не пойму смотря что есть опять же через каждые три часа питание такое дробное причем все правильно продуманное по граммовке и по б же у что она дает она дает то что у вас не будет никаких скачков уровень сахара в крови то есть он у вас будет этот уровень сахара постоянной то есть вы постоянно быть в нормальном настроении в хорошем расположении духа у вас будет много энергии ведь как обычно бывает то счет позавтракал съел там гору каши на молоке с сахаром с медом с орехами да то есть у него утром была энергия все то есть он позавтракал вот это вот съел не взвесив обычно там где-то в тарелке наверное полкило каши как обычно просто мы же не взвешиваем с орешками с метком и он вот так вот да я даже себя помню тем более еще на молоке сделают еще с маслом и так учет спать охота сил нет вообще просто виллы кидные это почему потому что резкий скачок уровня сахара вверх все потом через час уже охота есть даже не есть охота жрать я просто знают по себе и поэтому я вообще последнее время когда об этом питание не знал я вообще отказывался от завтрака грия так себя плохо чувствую тогда я завтракаю просто отвратительно я лучше завтракать не буду а завтрак это основное такое правило для того что чтобы разогнать на день свой метаболизм то есть нужно завтракать если кто не следует этому правил то очень плохо то есть правильный завтрак это это разгон основного обмена на целый день поэтому ну короче я вот это вот все давайте я отвечу на вопрос еще потому что я это вот все вот таким вот образом на лекции все подробно рассказываю на своем марафоне стройности кстати очень много какой-то путанной информации в том плане что у меня стоимость там 950 рублей это в день нет стоимость моего марафона всего лишь 950 рублей за 21 день участия и еще я учредила приз 10000 у меня будет это для мотивации участников я сделала вот то есть 10000 приз уйдет человеку кто по стране на большее количество килограмм так ну вот посмотрите вот я сейчас из-за стола встала вот из-за стола у меня живот вообще просто в порядке а я съела тарелку борща я съела и салат вот и с собой то есть по идее еще в санатории знаете еще дали сейчас я покажу то есть дали еще вот это вот огромный персик лежал на столе то есть это обед до борщ салат вот этот персик стакан морса и еще сейчас покажу что еще я бы слушаться давайте мне это с тобой блин сейчас сейчас переключу короче собой не дали сейчас покажу все на раз вот булгур и котлета паровая представляете то есть тут доза вообще просто обалденная это что вообще такое то есть вот так вот поедет сделать такой прием пищи это просто надлечь на диване и я там не знаю там чего уснуть и мне кажется через три часа вообще просто не переваривается и ты будешь вот с таким вот животом с огромным ну короче вот это вот я что тут дают в санатории из еды я это делю на две части то есть на завтрак я вот сегодня запеканку не ела была еще запеканка вот то есть много чего еще плюс запеканка то есть запеканку я не ела и соответственно вот сейчас я также ополовинила обед то есть вот этот булгур с котлеты я съем через три часа это где-то будет в час я кушала значит в четыре часа я вот это съем и у меня что там холодильнике лежат свежие овощи огурец и помидор то есть я сделаю салат в номере и благополучно съем вот эту вот дозу еды и через четыре часа где-то через три с половиной я поужина уже здесь скорее всего вот в ресторане санатория арника все вот таким вот образом построено питание это четыре раза это очень мало то есть обычно я ем пять раз в день я ем и мой день начинается обязательно с тарелки борща из салата свежие помидоры огурцы я обожаю и чашечку кофе со сгущенкой да вот не поверите очень и очень сладкий кофе получается у меня там сгущенки совсем немного короче на 50 килокалорий я себе позволяю вообще десерты после приема пищи обязательно вот и соответственно я сейчас стал очень активно пользоваться сахарозаменителем ведь живая я живая красивая здоровая стройная что-то как-то говорят что сахарозаменитель говорят опять кто и говорит вася пупкин кто говорит что сахарозаменитель типа вредный он также вреден как и сахар абсолютно поэтому я активно пользуюсь сахарозаменителем и не вижу вообще в этом ничего плохого так сейчас я почитаю вопросы я извиняюсь до переключу так красивый цвет костюма спасибо большое спасибо большое так у них у вас такая реакция да спасибо спасибо за рекламу спорт костюмов вам спасибо да я поела вот там леносик прибежала так худела с вами съездила в россию так 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 опять начать ой ой опять начать но вы же знаете зачем то есть принципе я понимаю что я вам нужна для мотивации поэтому но в принципе почему бы и нет а мне будет вообще легче работать если люди уже знают всю громовку питание мотивацию я даю на сто процентов да да так когда в саратов саратов мы мы завтра у нас рейс в москву а в саратове я буду послезавтра спасибо спасибо так нет не платит но к нам тут очень такое трепетное отношение мы вот обедаем завтракаем ужинаем в вип-зале спасибо спасибо большое так что происходит после того как перестаешь питаться нет питаться по калачевски что происходит все то же самое что и было у вас до этого питания будет происходить но не сразу медленно так же вы потом все и наберете поэтому правильно питание рулит а что происходит а что будет происходить с человеком если он занимается спортом он будет красивым спортивным подтянутым а если он не будет заниматься спортом то что с ним будет происходить он бросит спорт он станет опять таким же свинотой каким допустим а был до этого или станет обычным человеком или худым или толстым или нормальным но он уже не будет иметь спортивную фигуру вот и все тоже станет все то же самое что и было бы если бы он не занимался или не следил за питанием так ну все у меня тут что со связью уже не очень то я тут хожу 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 чет не пойму я что такое вот всем большое спасибо за вопросы спасибо все всем пока кстати заказывайте костюмы ольги у владелица бикини point у нее шикарнейший магазин скоро вообще откроется в новом формате в пятигорский магазин вот костюм у нее пока такие есть в наличии еще в другой расцветке тоже в офигенной вот прям рекомендую от чистого сердца